Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Центральной темой, как и вчера, собственно, как и на прошлой неделе, остается распространение вирусной инфекции китайской, которая, как всем уже известно, проникла в другие страны, в Австралию, в Монголию, в Южную Корею, в США, в Таиланд и в Японию. Я думаю, что география распространения после завершения китайского нового лунного нового года может оказаться еще более значительной. Поэтому, друзья, мне довольно странно сейчас ослышать и видеть в отдельных комментариях от вас, от трейдеров, о том, что совершенно непонятно, что сейчас происходит на финансовых рынках, что тут непонятного? Очевидно, что такой новостной фон, такой форс-мажор провоцирует бегство из риска. Мне кажется, настолько предсказуемым, как сейчас, рынок не был уже довольно давно. Разумеется, когда речь идет об настоящей пандемии, эпидемии, угрожающей колоссальному количеству людей, бизнесу, экономикам, как можно зарабатывать на росте рисковых инструментов. На основании чего фондовые рынки будут продолжать переписывать максимумы? На основании чего будут расти рисковые активы? Почему будет расти нефть? Задайтесь этим вопросом. Мне кажется, ответ на поверхности. Такой динамики восходящей при актуальном новостном фоне, в принципе, быть не может. Это не значит, что на рынке не проявится какая-то коррекция, например, после серьезных распродаж. Но это будет лишь коррекцией, друзья. Прежде чем на рынке поменяются тенденции и тренды, должно произойти какое-то значительное улучшение новостного фона. Но вы следите за новостями вместе со мной. Может быть, у вас какие-то альтернативные источники информации. И вы наверняка согласитесь, что нету сейчас этого позитива, который может изменить тенденции, которые сложились на рынке. Эти тенденции сейчас указывают на то, что риск актива нужно продавать. Поэтому, говоря про нефтянку, у нас 58,39. Мы видим то, что нефть находится под прежним прессом. Почему? Потому что этому прессу способствуют панические настроения. Потому что есть уже подтвержденные факты того, что коронавирусная инфекция повлияет на мировой экономический рост и, соответственно, на спрос на углеводороды. Мы говорили с вами даже о приблизительных, предварительных оценках того, насколько сильно может просесть спрос на углеводороды. Падает спрос на, собственно, авиационное топливо, на дизель. Сейчас ограничены в передвижении, друзья, только вдумайтесь, около 70 миллионов человек, соответственно, ограничен потенциал прежнего роста и работы на полном ходу тех привычных, скажем, отраслей бизнеса, который генерировал вклад в экономический рост и обеспечивал спрос на углеводороды. Поэтому оценка того, что бренд будет и дальше снижаться, это оценка, которая сейчас предварительная, но она, скорее всего, и реализуется, друзья. Я накануне говорил вам о том, что цены на нефть снижаются не только из-за падения спроса на углеводороды. Есть еще и признаки избыточного предложения. Напоминаю, что благодаря, опять же, очень красноречивому выступлению Фатиха Бироля на форуме в Давосе на прошлой неделе были подтверждены факты того, что избыток нефти сейчас превышает 1 миллион. Если из-за вирусной инфекции спрос на нефтянку просядет примерно на полмиллиона баррелей в сутки, а допускают, что может быть действительно еще ниже, то тогда логичное сопоставление спроса и предложения прямо укажет на путь, который впоследствии будет приводить к тому, что нефть просядет еще сильнее. Впереди, да, будут данные по запасам нефти, но я думаю, друзья, что этому фону не под силу конкурировать с негативными последствиями распространения вирусной инфекции того, как она впоследствии отразится на стоимости спроса на углеводородах. Поэтому, друзья, пока на рынке преобладает паника, только лишь короткие позиции. В этой связи мы делаем акцент на защитные инструменты, на иену. Доллар-иены – это тот дуэт валютных активов, которым мы торгуем. 108,96 сейчас котировки. Сегодня у нас в 16.30 заказан товар лидерного пользования, в 18.00 отчет по уровню доверия потребителей. Это статистика, которая предваряет важную среду, потому что в среду американский регулятор представит решение по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция. Но, опять же, друзья, в отношении того, что произойдет со ставкой, мы с вами уже знаем, что ее не изменят. Да и по риторике Паула я могу вам тезисно сказать, в принципе, о чем пойдет речь. О том, что риски снижаются. Сейчас Федрезерв также следит за тем, как мировая экономика адаптируется под новую угрозу распространения вируса. ФРС готов действовать, но на текущем этапе нет необходимости анонсировать или подчеркивать готовность к дополнительному снижению процентной ставки. Соответственно, это, по идее, друзья, должно привести к росту доллара. Но мы говорим с вами здесь про дуэт двух защитных инструментов и иена с более выраженными защитными свойствами. Поэтому даже такому фону не удастся конкурировать с повышенным спросом на иену. В этой связи держим, друзья, короткие позиции, потому что тот, опять же, негатив, который и та паника, которая сейчас на финансовых рынках продолжает распространяться, она не дает возможность нам переключиться на привычные инвестидеи. По этой причине мы уже некоторое время назад развернулись по доллару и иене и также сейчас продаем. Золото покупаем, цель 1600 долларов за тройскую унцию, евро против доллара снижается. 1,1021 – это текущие котировки. ИФО, бизнес-оптимизм и оценки экономических условий, которые вышли накануне, подтвердили то, что бизнес-оптимизм снижается. Я, честно говоря, ожидал такие показатели от ЗЮ, но вот хотя бы ИФО дружит с реальностью. Европейская валюта также останется под давлением не только из-за факта распродаж евро как эталона рисковых инструментов, но и еще и по причине последних комментариев Кристин Лагард, которая фактически подтвердила готовность к дополнительному монетарному стимулированию. Фунт против доллара 1,3055, фунт тоже под давлением. Друзья, цель, повторюсь, 1,28 и на этой неделе еще два очень важных события. Это заседание Банка Англии в четверг, где я, может быть, один из немногих, но все-таки разделяю позицию того и придерживаюсь мнения, что Банк Англии снизит процентную ставку. И приводил вам множество доводов и аргументов, почему это нужно сделать. От оценки промсектора, который мы анализировали две недели назад, и до последствий, собственно, Брекзита и той неопределенности, которая затянулась на несколько лет. Также три недели назад, фактически перед вот этим заседанием Банк Англии, Карни на пресс-конференции анонсировал то, что сейчас позиция Банк Англии должна быть более проактивной. И Банк Англии должен подготовиться к затяжным переговорам с Европейским Союзом, создав условия для потепления инвест-климата. Это снижение процентной ставки, друзья. Поэтому, если ставку снизит, кстати говоря, 31 января, уже в пятницу, официальный выход Англии из состава Европейского Союза, могут последовать серьезные импульсные рывки и толчки фунта вниз. И цель 1.28 вполне может быть реализована. Австралиец против доллара снижается 0.67.64. Не говорите, что я не рекомендовал вам обеими руками за то, что австралийца нужно продавать. Это тоже предсказуемая динамика. Если торгуете не австралийцем, а новозеландцем, то же самое. Потенциал хода еще значительен, в частности, австралийская экономика, как вы прекрасно понимаете, уже столкнулась с серьезными негативными последствиями из-за пожаров. Ранее там были системные проблемы, крайне высокий уровень безработицы, недостаточные показатели активности потребителей, проблема на рынке недвижимости. Резервный банк Австралии не просто так ведь снижал процентные ставки. И сейчас эти проблемы усилились еще последствиями пожаров. И, как я уже отметил, также есть случаи заболеваний коронавирусной инфекцией уже и на австралийском континенте. Бизнес-уверенность. Несколько часов назад вышел отчет по Австралии на шестилетнем минимуме. Вы считаете, что австралиец на этом фоне может вырасти? Если да, то покупайте. Моя рекомендация продавать, ориентироваться на цели в районе 0,65-0,67. То есть до ближайшего ориентира 0,67 остается около 65 пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.